Друзья, привет! Вы на канале ВОКОЛЕСО и сегодня я хочу показать вам очень интересный опыт. Опыт заключается в использовании китайских шин и что же с ними приключилось после года эксплуатации. По части, естественно, характеристик. Я хотел вам сказать о том, что эти шины Triangle, вот смотрите, Triangle, абсолютно та же самая модель TC101, была установлена нами на рабочий автомобиль в том году, то есть, точнее, все лето 2022 года она откаталась на рабочем автомобиле. И что мы с вами посмотрим? Мы посмотрим с вами, насколько она стерлась за один сезон или 12 тысяч километров она отходила, и посмотрим, насколько деградировала резинотехническая смесь. Для этого мы с вами сделаем замер твердости состава резинотехнической смеси протекторной части шины. У шины, соответственно, походившей и шины новой. И мы сравним их по части деградации, точно так же резинотехнической смеси, с шинами Carmaran. Из Сербии это, если вдруг кто не знает, концерн Michelin выпускает. И у нас просто есть уже такое видео, где я вам рассказывал об опыте эксплуатации Carmaran, и там подобный замер был. Твердость состава резинотехнической смеси по Ашору, уже поезженных шин Carmaran и, соответственно, новых. Но я, честно говоря, может быть и хотел бы сравнить с какими-то именитыми брендами, но, может быть, даже так и хорошо, что, в принципе, эти шины в недорогом ценовом сегменте, и Carmaran тоже в недорогом ценовом сегменте. Единственное, что там размер другой, но на твердость состава смеси уж точно не влияет. Давайте начнем с глубины рисунка протектора. На новых шинах мы с вами видим, что это 6,8 миллиметра, и за 12 тысяч километров, в общем-то, она не сильно стерлась. И у нас здесь осталось немного больше 6 миллиметров. Итого мы видим с вами, что шина не сильно-то и потерлась. 12 тысяч километров меньше миллиметра. Я думаю, что это прям приличный показатель. А вот по части твердой состава резинотехнической смеси здесь все интереснее. Я вам очень часто говорю на стримах, я вам часто говорю в различных видео, что шины китайского производства, самый главный их нюанс, то, что твердость состава резинотехнической смеси деградирует быстрее, чем на шинах типа Гудьера, Мишлена, Бриджа и всего остального. И давайте с вами, конечно же, проведем этот эксперимент. Сделаем замер твердости новой и шины уже поездившей. Давайте с вами глянем. Давайте для начала сделаем замер твердой состава резинотехнической смеси новой шины Триангл. И мы, как всегда, сделаем три измерения и выведем среднее. Итак, первый замер 62,5 единиц шора. Второй замер это 64,5 единиц шора. И третий замер 63,0. Что дает нам средний показатель в 63,3 единиц шора. Окей, показатели довольно-таки средние, что, в принципе, для китайских шин вполне обычно. Что же у нас по части уже шины пробежавший всего лишь год. Всего лишь год, на всякий случай, я просто, ну, мало ли, мне кто-то не поверит. Вот, посмотрите, 40-ая неделя 2021 года. Абсолютно честно, смотрите, вам говорю, что год не преувеличиваю ничего. И вот эта шина, какого же она года выпуска у нас здесь, найдем эту дату 46,22. То есть, вы видите, да, год разницы даже в производстве. Соответственно, давайте сделаем замер такой же твердости вот этих шин. И первый замер это 69,5 единиц шора. Второй замер 68,0. И третье измерение 75, что дает нам средний показатель в 69,3 единиц шора. И здесь нехитрыми математическими вычислениями можно посмотреть, что деградация практически 10% по твердости. Учитывая, что износ даже миллиметра нет. И даже год, ну, год шине, да, 10%. Это много, на мой взгляд. Ну и давайте сравним с аналогичными замерами по Carmaran. Единственный момент, что Carmaran был чуть-чуть более потерт, хотя пробег был тот же самый. Но это связано было с тем, что это был мой личный комплект, а я привык педаль газа, в общем-то, втапливать в пол. Ну, так уж, не знаю, повелось. Да, и автомобиль был более тяжелый, более мощный. 150 сил против 100 сил. Поэтому износ понятен, но, может быть, тогда же будет интересней. Итак, первый замер 66,5 единиц Шора, второй измерение это также 66,5 единиц Шора, третий замер 67,1 единиц Шора и средний показатель это 66,7 единиц Шора. И далее давайте посмотрим двухлетний Carmaran, который два года отходил и первое измерение это 71,0 единиц Шора, второй замер 72 ровно и третий замер 73,5 и средний показатель это 72,2 единиц Шора. Ну и третья группа замеров, это шина, которая отходила один год 2019 года, и первый замер это 69,0 единиц шора, второй замер 70 ровно, и третий замер также 70 ровно, и средний показатель это 69,0 единиц шора. И вы видите градацию, то как шина становилась более жестче, исходя из того, что она старела, и второй момент, исходя из того, что она стиралась, то есть каждый следующий слой, так скажем, более нижний, становится более жестким. Итак, мы видим, что по Кармарану, несмотря на больший износ, деградация смеси составила 4,3%, что, в общем-то, несколько меньше, чем у Триангл, у которых, как вы видели, разница составила 8,7%, то есть 63,3 единицы шора, новый Триангл, и 69,3 уже поезжены, ну а на Кармаране 66,7 и 69,7 соответственно. Таким образом, мы видим, что деградация смеси не на самом плохом, надо сказать, Китае от Триангла выше в два раза, чем у бюджетного, но европейского бренда. Вот такое вот наблюдение, друзья, я думаю, что оно интересно, конечно же, и полезно. И вот, пожалуйста, вам лишнее подтверждение того, что я вам постоянно говорю, что деградирует смесь на Китае значительно быстрее. Но есть и плюсы, то, что шина по износостойкости, по пробегу имеется в виду, очень неплохо себя показала. Что это нам говорит? Это нам говорит об, наверное, целевой аудитории данных шин. То есть, те люди, у которых большие пробеги, да, и шина не будет использоваться на автомобиле, там, 10 лет, например, то здесь, конечно же, вполне можно брать и ездить. Но, опять же, надо понимать, что если вы берете Китай в долгую, то вы будете примерно на третий сезон уже ощущать. То есть, вот 10% деградации вы еще не так сильно ощутите. А вот на третий сезон примерно вы это уже будете ощущать. Ощущать будете в виде того, что шина будет уже явно не так хорошо цепляться с дорожное полотно, шина будет, очевидно, более шумная, чем когда она новая, красивая, мягенькая и вообще замечательный Китай, вроде как, и дешево, и сэкономила вообще, да, чудо, а не приобретение. Но, по факту, вы должны понимать, что сказок в жизни не бывает, и то, что шина стоит очень дешево, то есть, Китай же это вообще очень дешевые шины, да, это все по низу рынка, так скажем, то, конечно же, за все приходится, так скажем, платить. В данном случае вы будете платить ухудшением характеристик шины несколько быстрее, чем если вы приобретете там Мишлен и Гудейр и так далее. На самом деле, ничего плохого в этом глобально не вижу, если понимать, что вы приобретаете, для чего вы приобретаете. Ну и, друзья, я надеюсь, что это видео было вам полезно, и если это так, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и большое спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok